Такое количество прибывших машин в реальной ситуации вызвало бы испуг и даже панику, и это неудивительно. К счастью, работникам Брестской ТЭЦ и предприятию в целом ничего не угрожало. На этом объекте развернулись учения городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Перед тем, как выполнить свой непосредственный долг, спасателям необходимо получить специальный инструктаж от представителей объекта. Иначе никак тушение пожаров на электроустановках требует повышенного внимания и знания дела. Брестская ТЭЦ – объект повышенной опасности в случае непредвиденного возгорания. Первые учения в году сотрудники Брестского городского отдела по чрезвычайному провели именно здесь. Во внимание были взяты все нюансы в процессе отработанных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. К слову, нюансов оказалось немало. По легенде учений произошло возгорание масла в турбине объемом полторы тонны. Дальнейшее его вытекание – распространение огня, последствия чрезвычайной ситуации. Ликвидировать опасность прибыли представители всех подразделений городского отдела. 8 единиц пожарной техники, 25 брестских спасателей были задействованы в учениях. В ликвидации условного возгорания было важно проверить подготовку от МЧСовцев, так и представителей добровольной пожарной дружины ТЭЦ. В случае реальной опасности именно слаженность действий сыграла бы лишающую роль. Объект выбыл не случайно, потому что объект является объектом жизни и обеспечения города. И любая чрезвычайная ситуация, пожар на объекте, очень сказывается для нашего населения. В городе без таких пожаров не зарегистрировано, но в области, в 5-летний период, такие пожары регистрируются, что именно загорание масла в турбинах. При тушении условного пожара проводились обязательные элементы безопасности. Это заземление пожарных стволов, заземление пожарных автомобилей. И в обязательном порядке проводился инструктаж и получение наряд допуска. Без наряда допуска подразделения МЧС не имеют права приступать к тушению пожара. Первые учения в году хоть и дались спасателям непросто, однако выявили профессиональные качества сотрудников Брестского городского отдела ПЧС. Общими усилиями удалось справиться с поставленной задачей и провести анализ по итогам работы.